Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон, и это очередной выпуск рубрики «Ответы на вопросы». Вопрос задает Карин Ла-Лаян. «Привет, хочу родителей на ГЗТ перевести. Им порядка 60 лет. Какие анализы сдавать для начала? Плюс наслышан, что на ГЗТ качество жизни повышается. Да, но как насчет сокращения жизни в целом? Не знаю, насколько это верно, ведь, по сути, с одной стороны, ГЗТ только на пользу пойдет, но с другой – это же вмешательство в эндокринную систему, возможно, отчасти исчерпание ресурсов организма. Объясни, пожалуйста, где есть правда. Так, давайте начнем по порядку. Первое. Какие анализы сдавать? Я буду консультировать только про мужчин. Я эндокринолог, эндролог, ну, как бы, не по образованию, но то, чем я занимаюсь, это эндокринология, эндрология. Я не лезу вообще в женскую эндокринную систему, поэтому те, кто ко мне обращается по женщинам, извините, я всем отказываю, это не моя специализация. Я лучше буду разбираться в чем-то одном очень хорошо, чем во всем очень плохо. Соответственно, все мои рекомендации идут не для ваших родителей, только для вашего отца. Что по гормонам? Сдаем следующее. Тестостерон, общий, свободный, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, провоктин, ГСПГ. Все основные показатели, и мы видим все. Какой уровень тестостерона, что там с ЛГ, с ГСПГ, какой уровень свободного, какой уровень соотношения тестостерона с эстрадиолом. Все это нам поможет в будущем при гормонозаместительной более корректно подбирать дозировки ингибиторовой ароматазы к уровню тестостерона и все остальное. Соответственно, что еще нужно сдать? Нужно сдать еще полностью биохимию, чтобы посмотреть, как в общем работают органы. Есть ли какие-то там нарушения. И обязательно надо сдать общий анализ крови. По общему анализу крови необходимо посмотреть на гематокрит, который будет повышаться. И надо будет знать, надо ли будет сливать кровь, надо ли будет разжижать ее. Что вообще с этим делать? Если он низкий, то может быть вообще ничего не надо будет делать. Если он уже высокий, то могут быть проблемы, и надо будет периодически сливать кровь. И обязательно смотреть на тромбоциты. Если тромбоциты хорошие, ничего страшного. Если тромбоциты повышенные, добавлять какой-нибудь кардиомагнил. Следующим этапом что делается? Как это влияет на качество жизни? На качество жизни это влияет феноменально. Особенно если мы говорим про людей в возрасте. 60-летние мужчины прям вообще оживают. У меня было уже достаточно большое количество людей. Именно после 60 мужчин, те, которые садились на гормонозаместительную терапию. И начинали тренироваться, начинали вообще чем-то в жизни заниматься. И они вообще с дедушки превращались обратно в мужчину. Это реально так. Поэтому уровень тестостерона очень важен. И если мы берем 40-летнего мужчину, у которого еще куча забот в жизни. У него там еще плюс-минус молодая жена того же возраста или плюс-минус. Ну, в общем, он еще не с бабушкой живет. Ему еще весело, грубо говоря. То в 60 уже не так весело, как в 40. Я имею в виду по насыщенности жизни. Ну, и низкий уровень тестостерона приводит действительно людей к такому более депрессивному, унылому состоянию. И резкое возвращение к высокому уровню тестостерона у них пробуждает, им дает как вторую молодость. Ну, это я рассказываю про мужчин. Соответственно, на качество жизни это влияет очень сильно. На 60-летнего мужчину это повлияет намного сильнее, чем на 40-летнего. На 40-летнего может быть у него что-то с эстрадиол где-то скаканет, у него либидо чуть-чуть будет не настолько хорошее. И вот от одного либидо ему он уже скажет, что мне там что-то не нравится, надо все выравнивать. Для 60-лет, если делать вообще все неправильно, не контролировать ни эстрадиол, ничего, просто чуть-чуть ему поставить тестостерона, для них уже вообще супер. Как только еще все отконтролировать, там вообще идеальное качество жизни по сравнению с тем, что у них было. Потому что в 60 тестостерон там уже не 12-13-15 наномоль, а он уже там порядка 4-5 эстрадиол, как правило, очень высокий, ГСПГ настолько высокий, что тестостерона того вообще практически нет. Если разница там в 40 лет может быть было там, к примеру, там 15 наномоль стало 25, то вы представляете, было там 3-4, стало там 25. Ну, разница колоссальная. Поэтому улучшение самочувствия колоссальное. Как это повлияет на сокращение жизни в целом? В теории это не повлияет вообще никак негативно. Вот дальше у вас идет такое, как исчерпание ресурсов организма. Вот здесь наоборот, ресурсы уже исчерпаны, а мы эти ресурсы вводим искусственно. Яички не работают, а мы искусственно вводим тестостерон. Поэтому это не может привести к исчерпанию ресурсов, потому что эти ресурсы вводятся извне. Вот если бы мы говорили о стимуляции тестостерона, то мы можем говорить о том, что, возможно, это может приводить к исчерпанию ресурсов. Но здесь-то они уже исчерпаны, и мы их вводим извне. Поэтому к исчерпанию это не приведет. Это приведет к тому, что будет лучше синтез белка. Скорее всего, тестостерон будет как обезболивающее частично работать, потому что практически все гормональные препараты, они частично обезболивающие. Поэтому это будет работать частично как обезболивающее, перестанет болеть спина, перестанут болеть суставы. Ну, это я уже все знаю по опыту, по работе с людьми. И состояние улучшится, наоборот, не ухудшится. И не надо забывать, что сейчас передовая медицина, как правило, там США, Европа, они садят практически всех людей на гормонозаместительную терапию. И не только на гормонозаместительную одним тестостероном, но и гормонами щитовидки, потом гормоном роста, инсулиноподобный фактор роста добавляется. Там огромный перечень препаратов. И если вы сравните, допустим, продолжительность жизни людей на Западе и людей у нас, я думаю, ответ будет напрашиваться сам по себе. Это не только разница в качественном питании и экологии. Я сомневаюсь, что экология у них намного лучше, чем у нас, или тоже питание намного качественнее. Я думаю, что основное, в чем, что настолько сильно продлевает жизнь людям на Западе, это все-таки передовая медицина и то, что у нас, как правило, только лечат. Если прийти к врачу, я как-то был у врача очень давно, наверное, мне было лет 19, и я первый раз, когда увидел, что у меня повышенный гемоглобин, эротроциты, гематокрит, у меня было относительно все это высокое, потому что курсы, тренировки и все остальное. Сейчас я уже понимаю, что это нормально. Я пришел к доктору, терапевту, потом он меня отправил к гематологу. Я пришел к гематологу, показываю ему анализы, он меня спрашивает, есть жалобы? Я говорю, жалоб у меня нет. Я, типа, чувствую себя хорошо, но посмотрите, насколько высокие у меня анализы. Он говорит, ну, жалоб нет, иди домой. Ну, как бы, вот так вот лечат наши врачи. Они лечат, если есть жалобы, если есть какие-то конкретные заболевания. Нет заболеваний, нет жалоб, иди домой. Там, пришел старик, говорит, низкий тестостерон, плохо себя чувствую, что вы хотели, у вас уже возраст, вы живы и уже радуетесь. Вот примерно вот так вот работает наша медицина. Она борется не за продолжительность жизни, не за качество жизни, она борется за то, чтобы человек не умер. Не умер – хорошо, умер – плохо. Но не смотрит наперед, чтобы сделать, чтобы улучшить качество жизни, увеличить ее продолжительность. До этого наша медицина пока что не дошла. И я считаю, что гормонозаместительная терапия не только тестостероном, но и другими гормонами, она позволит однозначно очень сильно улучшить качество жизни. И с учетом моих знаний и наблюдений, я предполагаю, что все-таки и увеличить ее продолжительность. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас есть интересные вопросы, вы можете задавать их как в комментариях на ютубе, так и у меня в группе ВКонтакте. Кого интересуют консультации, ведения по курсам, терапии по повышению уровня тестостерона, либо дистанционные тренировки, вы можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Там телефон, ватсап, вайбер, почта. Можете писать, я в течение, как правило, суток всем отвечаю. Всем спасибо за просмотр. До свидания.